ПОДПИШИСЬ НА КОМПАКТ-ДИСК Все дальнейшее объяснение основано на том, что свет – это волна. И световые волны в каком-то смысле ведут себя так же, как звуковые или как волны на воде. Теперь поговорим о том, как устроен компакт-диск. На его поверхность нанесены параллельные дорожки, расстояние между которыми составляет всего 1,5 микрона. В оптике такое устройство с параллельными штрихами называется дифракционной решеткой, а шаг между штрихами – это период решетки. Пусть свет с определенной длиной волны падает на поверхность диска под прямым углом, как волна набегает на берег. Каждая дорожка диска – это переизлучатель, и волны расходятся от нее назад во все стороны. Но на диске много дорожек, и все они излучают волны в такт друг с другом. Когда волны уходят назад, их горбы и впадины совпадают, усиливая друг друга. На экране в этом направлении получается яркое пятно, как при обычном отражении. Однако гребни могут совпасть и когда волны уходят под наклоном к диску. Здесь разность хода между ними составляет одну длину волны. И в этом направлении тоже будут видны яркие пятна. Установим компакт-диск на оптическую скамью. Напротив него поставим зеленый лазер. На экране видно несколько ярких пятен. Центральное пятно соответствует обычному зеркальному отражению. У двух боковых пятен справа и слева от него разность хода равна одной длине волны. Расстояние от диска до экрана в нашем опыте равно 60 сантиметрам. Расстояние от центрального пятна до первого бокового – 23 сантиметра. Воспроизведем условия этого опыта на чертеже. Катеты прямоугольного треугольника нам известны. Его гипотенуза потерями Пифагора равна 64 сантиметрам. Отметим второй прямоугольный треугольник, гипотенузой которого служит шаг решетки, а одним из катетов – длина волны. Этот треугольник подобен первому, поэтому мы можем составить пропорцию. Шаг решетки в полтора микрона так относится к искомой длине волны, как гипотенуза 64 сантиметра относится к катету 23 сантиметра. Значит, длина волны примерно в 2,8 раза меньше шага решетки, и она равна 0,55 микрона. Но удобнее измерять такие расстояния в нанометрах. Мы экспериментально установили, что длина волны зеленого лазера приблизительно равна 550 нанометрам. Если мы поменяем зеленый лазер на красный, световые пятна на экране изменят свое положение, потому что длина волны у красного света больше, чем у зеленого. А если посветить на диск не одноцветным лазером, такой источник называется монохроматическим, но белым фонариком, то свет с разными длинами волн рассеется на дифракционной решетке на разные углы. И чем больше длина волны, тем сильнее отклоняется свет. Красный свет имеет длину волны около 670 нанометров, зеленый около 530, синий около 470. Субтитры создавал DimaTorzok